Привет, мои адекватные и абсолютно разумные учёные, физики, инженеры, фанаты клуба романтики и прочие великие умы! С вами я, ваш верный друг! Должен поставить вас в известность, что я еврей. Вот как? А я пидор! Вот и познакомились. И сегодня мы с вами будем анализировать, облизывать и ковыряться пальцами в игре Half-Life. Мы долго гадали над тем, по какой игре сделать ролик, и внезапно нам в голову пришёл именно Half-Life-ич, потому что, ну, в неё я никогда не играл, и, наверное, было бы неплохо пройти её, чтобы обогатить свой багаж игрового экспириенса и заодно всё это задокументировать в данном видеоролике. Однако, то, что ждало в этой игре, сумело поразить даже такого поражённого идиота, как я, и вынудить мои мозги вскипеть, а чердак потечь. Но вместе с Имбо Энерджи мы пройдём и не такие игры. Ведь только Имбо Энерджи способна одним глотком заставить тебя поверить, что... НЕВОЗМОЖНО, НЕВОЗМОЖНО! Я вот выпил и зарядился таким количеством энергии, что моё сознание испытало трули каскадный резонанс-экспириенс и улетело за пределы всех измерений. Работники Имбо Энерджи буквально отдают тебе наборы с чудодейственным напитком почти по себестоимости. Плюс халявная доставка при заказе от 1000 рублей. Чтобы ты мог употреблять вкусный шугар-фри напиток, осознавая, что развёл производителей на доллары. Но они не обижаются, ведь специально ради вас они научились питаться святым духом. Мы забыли вкус хлеба. Я, кстати, сейчас употребляю Имбо Энерджи из нового ретро-шейкера. Используй мой промокод, затаривайся Имбой и становись сверхчеловеком. Имбо Энерджи. Переходи по ссылке в описании под роликом. Включая игру, я не вижу каких-либо знаменитых заставок Valve'ы и сразу оказываюсь в меню. С одной стороны, я понимаю, что тогда они ещё были ноунеймами, а с другой стороны, это так нетипично. Где мои 150 заставок с непонятными студиями? А? Я буду играть на среднем уровне сложности, потому что в шутерах я, ну, вообще не спец. Поверьте мне, если вы какому-нибудь шрауду покажете, как я играю в контур, то он, скорее всего, скроет себе вены на жопе раритетным карамбитом. Вуаля, вот оно начало. Доброе утро, девочки. Добро пожаловать в нашу транзитную систему. Мы оказываемся в тележке, которая ведёт нас закадочное никуда. Я, кстати, поставил русскую озвучку, надеюсь, это не будет мешать нашему экспириенсу. Лол, Боря опять нажрался и начал избивать дверь, перепутав её со своим тропующим сыном. Глядя на всё вокруг, мы понимаем, что нас везут вглубь очень важной научной исследовательской базы, которая называется Black Mesa. Наш же главный герой это некто Гордон Фриман, который на два года старше меня, а всего лишь доктор наук. Хе. Вот быть ютубером в 25... Ля какие с нами люди работают. В костюме да галстуке. Сразу видно, по роже чиновник, а по натуре гандон. Мы доехали! Поездка аж где-то 5 минут длилась. Честно говоря, когда я пытался играть в первый раз, когда мне было ещё лет 12, я дропнул игру, так и не доехав, потому что я тогда был додиком нетерпеливым. Но я исправился. Ну давай же, иди сюда уже, что ж ты так долго-то прёшься, Кезик, в каске, я из-за тебя на работу опоздаю. Кажется, мистер Фриман, вы немножко опоздали. Ты сейчас рофлишь надо мной? Ох уж эти низкие бюджеты научных центров. Денег настолько мало, что охранникам приходится имитировать звуки кнопок губами. Наконец-то мы прибыли на наше место работы. Охранник что-то нам затирает за почту. Эй, мистер Фриман, у меня для вас были сады, но минут 20 назад у нас случилась неприятность. Гунны вторглись в Китай. Мы в ответ рофлим над ним. Господи, что же ты делаешь, а? И двигаемся на место эксперимента, который нам надо сегодня провести. Правда, по пути я зашёл в буфет, чтобы глянуть, как народ питается. Так, сразу говорю, готовить доширак в микроволновке опасно, а то ещё жах. Для начала нам надо бы надеть наш костюм защитный, специально сшитый на заказ с монгольскими технологами. Сразу, как мы его надеваем, игра включает нам бодрящую музыку, показывая, что сейчас нас ждёт настоящий балдёжный научно-рофельный флекс. Замечательно, сэр. Не знаю почему, но как-то очень атмосферно здесь. Вроде играя каких-то там годов, а я реально себя чувствую на научном производстве, где походу скоро случится коллапс категории Г. Ну да вы только посмотрите, здесь же всё на части разваливается. Вы чё, технику на Алиэкспресс закупаете? В таких условиях нам и надо работать. Для начала входим в какую-то испытательную залу, где мы будем проводить убер-мега-эксперимент. Хорошо, Гордон, образец будет у тебя через несколько секунд. Если ты будешь так добр, что поднимешь задницу, начнёшь работать, может нам удастся выяснить почти всё. Когда работа началась, местные звуковые эффекты не на шутку заставили меня поверить, что тут происходит нечто поистине эпичное. Хотя если в наше время от этого веет эпичностью, то тогда игроки и вовсе обосрались. После того, как вундерустановка полностью заработала, нам выкатили тележку с неизвестным веществом типа кал научный. Нам надо спуститься и затолкать тележку с этим веществом под лучи, после чего случается смесь Чернобыля из Украины и сопряжение сфер из Ведьмака. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Молодцы, ребята. Такого эффекта вы добивались, да? Нужны вам были эти госсаказы. Лучше бы и дальше проверяли спустя, какое количество просмотренных тайтлов девочки начинают засматриваться на мальчиков, а мальчики на петлю. Но до чего же это выглядит ваушно. Нас внезапно метает из мира в мир, везде все бахает, бухает, а мы теряем сознание. С этого и начинается полноценная игра. Мы выходим и методом дедукции Шерлока Холмса понимаем, что все пошло по Пизанской башне. Всюду трупы, кровь, разруха и тоска в глазах мертвых. Выжившие ученые поясняют мне, что случившееся называется каскадный резонанс и это очень плохо. Сейчас наша задача по словам Шварцеславы это выбраться на поверхность и позвать на помощь, так как из-за аварии их 4G превратился в 3G, а с 3G заходить в интернет они брезгуют. И вроде бы ничего сложного, но тут происходит фирменный звездец. Вот что это такое? Что это за странный пельмень на ножках? Вот вы смеетесь о ваших магазинных полуфабрикатах этот чили-пиздарик и находится в начинке. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу кричит шарет, как говорят французы, отстань мои фраз прыгучая! Вот она, монтировочка, знаменитое оружие серии. Теперь я не чувствую себя беззащитным. Ух, сейчас на вздох, не хинкаль попрыгунчик! Ладно, это, конечно, очень хихи и хаха, но нам надо бы чапать отсюда. На лифте, думаю, быстро до к... Пожалуйста, не умирай Я приказываю вам долго жить Я так понимаю, эти бульмени прыгают на головы, захватывают людей и превращают их в зомби Интересно, а их теории можно использовать для сексуальных утех? С собой иногда можно брать тех или иных неписей, дабы они бегали за нами и иногда помогали В данном случае я беру охранника, так как он неплохо владеет огнестрелом О нет, да Ширак жахнул, а я ведь говорил С таким менталитетом и уровнем сознательности не удивите, ну что вас установка коротнула Местная система лечения радует На стенах разбросаны аптечки, из которых мы должны, скажем так, сосать себе здоровье Оригинально Добираемся до приемной, откуда начинали свой день И понимаем, что обычным путем отсюда уже не выбраться Так что я оставляю свое товарищи и... Меня только что убил системник компьютера Эльбрус Типичная смерть российского сисьадмина А сейчас вы увидите сценку, которую я называю Тщетная борьба с депрессией Я нашел пистолет! Буквально вырвал из рук умирающего охранника И это очень хорошо Потому что сразу за поворотом меня ждала какая-то ультразвуковая буханка семейного Тебя я буду называть Пукич-терьер Правда, это еще не самое жуткое В одной из кладовок заныкался какой-то одноглазый шокермен Который, к слову, быстро слег от шальной пули До меня вдруг начало доходить, что такой живности меня ждет вагон и целая тележка Например, плюваки или же языком цыпляки Не удивлюсь, если их реально в том мире используют для сексуальных утех Или что еще хуже, заставляют выступать в цирке Далее меня ждет геймплей, который я не могу иначе назвать как Задорное околачивание туда-сюда Нам надо лезть сквозь вентиляции, трубы, воду, говно и мочу И между этим надо участвовать в перестрелках Иии... Это фирменный геймплей первой халвы Не стоит сразу думать, что я это говорю с иронией, с сарказмом Или с целью унизить, мол, и это все Потому что это не так Нет-нет Игра в свое время выстрелила Потому что нам как раз-таки надо ломать голову Как куда добраться и что делать Тем самым предоставляя нам нестандартный по тем временам геймплей Ведь хочу напомнить, тогда были типичные коридорные шутеры Где тебе просто надо было убивать кучу тупых мобов И вроде бы ловить с этого кайф И это я еще даже про историю сюжетную в тамошних играх не говорю Угу Тут нам сторица по большему счету подается через геймплей Окружение, наши действия и иногда через фразы непси Это удивительно для игры, где катсцен практически нет По крайней мере, теперь я начинаю понимать, почему игра так зашла людям Гордон Все хотят выбраться на поверхность Но они идиоты Если не сказать больше То ты должен Просто обязан найти и спасти нас Слышь, дед, я и так делаю, что могу Ваши лаборатории Тут это какой-то всратый лабиринт с ловушками в виде инопланетной бяки Ой, нет, меня лизнули, фу На ломиком по хреборезке В этой игре особое внимание Уделяется взаимодействию с второсортными персонажами Порой мы можем их спасти, а они за это помогут нам в ответ Кажется, здесь что-то сдохло Шутник, да? Это, конечно, не самая лучшая идея, стрелять из дробаша на дальнюю дистанцию, но Дед, ты куда лезешь? Не видишь, я тут против машин сражаюсь, долбаю? Вот вроде бы умные ученые, светлые умы, а инстинкты самосохранения, как у пакистанцев в фурс-юте Помощь пришла, не лезьте в вентиля... Да что ж вы не пережёте-то себя? Проходя сквозь армады инопланетной мрази, я добрался до одного мужика, который рассказал мне, что за нами таки отправили военных Но я очень сомневаюсь, что мы оставимся в живых после их так называемой спасительной миссии Ой, дед, не веди себя как либераху, который все государственные плохи ничего не умеют Уверен, что военные нормальные ребята нас всех спасут Если я это, конечно, раньше не сделаю Ой, эй, мужик, ты чё там делаешь? Эээ, тут везде лобковые крабики и прочие опасности, давай выходи Со мной ты будешь без опасности Дед, держись, я тебе помогу Мужик, за тебя чудо, эээ, а ты куда побежал? Стой! Так, тут опасные турели, которые не стоит активировать, иначе случится казус Ну, со второй попытки я смог Награду меня работяга наградил прививкой от анальной оспы Прилетели военные! Правда, тот кукол был прав, и они пришли сюда не просто избавиться от последствий аварии, но и от свидетелей Поэтому с этого момента к нам добавляется еще один вид противников Наглые военные, которые что в сталкере с коты, что тут? Да чтоб тебя сын на ютубе аниме игры обозревал Сквозь мясо с говном мы добираемся до еще одного алда Который поясняет нам за военных, что они действительно хотят нас всех убить, дабы скрыть все Но! По ту сторону научных комплексов есть лабораторный комплекс Лямбда И, мол, только тамошние ребята могут нам помочь справиться со всем этим звездецом Правда, из-за военных мы не можем двигаться по поверхности, поэтому будем дальше идти окольными крысинами путями в стиль вьетнамца Ну а ваше ты не беспокоиться за меня, уверен, что я справлюсь Наш путь, к счастью, преграждают щупальца бессмертные Которые не могут быть убиты обычным оружием Однако, это не беда, так как щупальца находятся прямо-таки в шахте испытания реактивного двигателя Надо всего лишь нажать тут это, там поадер... То здесь рубит генератор и вуаля Возвращайтесь в свою Японию, отростки извращенцы И мы тут и сами справимся со своими мозолистыми рабочими руками и кремом морозка Игра все больше и больше начинает сходить с ума Да, мы снова шастаем по тактичным каналам И я сейчас не про Ютьюб А потом натыкаемся на борьбу дебиков и... Слышь, а я ведь тебя уже... Ой, ёт твою! В отличие от военных, которые получали свое образование в учебных заведениях, я получил свои знания саморазвитием через игры, аниме и высокодуховную литературу Поэтому я заманиваю гиганта в ловушку Бакареш, и тот превращается в труп с ароматом бутера Поехали! На, тут, кстати, встречается охранник, который доносит до нас важную инфу Нам необходимо запустить в космос спутник, который таки поможет ученым с комплекса лямбда устранить происходящий вокруг хаос и странные порталы, которые переносят сюда этих ваших пришечленцев Ха-ха, он пошутил про письку? Ладно, сегодня ты отработал свой лайк Правда, для этого нам надо будет покататься по рельсам в стиле паровозика Томаса и убить кучу солдат Нам не впервые, конечно же Что меня до сих пор удивляет, так это то, что игра продолжает нам рассказывать относительно интересную и логичную историю При этом тут еще не случилось ни одной катсцены Это меня, конечно, поражает Совершив поистине колоссальный геноцид солдатни, мы добираемся до установки и... Настал момент небольшой сатисфакции Ладно, это было балдежно Так хорошо на душе от того, что просто нажал кнопочку К сожалению, на этом удовольствие кончается, нам надо снова бежать сломя голову к комплексу лямбда И тут удовольствие снова возвращается, ведь на нас нападают женщины-азазины в латексе Правда, единственный кайф это убийство их самих Но еще больше у и ах мы получаем попав в ловушку военных, которые лишают нас всего оружия и кидают в парашу уничтожитель Что за манеры? Пустили бы мне лучше пулю в лоб, но нет Давайте порофлим и кинем чудака в кучу говна, прокладок и шприцов Я выпираюсь на их печаль и с голой пятой точки снова бегаю по сомнительным сооружениям, которые пахнут рвоты, токсинами и немытым калом А тут натыкаюсь на инопланетного ультрамарина с рукой из пулса и биопушка, которого мы также заманиваем в ловушку бугереша Эй, булдыга, wanna play the game? Потом я сразу заманиваю в эту ловушку солдат и тоже рофлю над ним Весь этот комедийный ужас, творящийся вокруг, наводит меня на определенные мысли Во-первых, Гордон Фриман по всем параметрам самый настоящий косипоший, но не по натуре, а по судьбе Как говорится на роду написано Во-вторых, что самое смешное, то что во всей этой игре вокруг идиоты, которые только и делают, что кончают с собой самым ироничным способом Плюс устраивают аварийные ситуации, через которые и приходится нашему Фриману двигаться к своей цели Вот, например, мне очень нравится разнообразие оружия в игре Тут есть уберлазерная пушка, об которую случайно суицидаются ученые и освобождают мне путь Ложи на место, это ведь опытный образец Штуковина непредсказуема, нельзя же... Это достаточно забавная постановка окружающего мира Как будто судьба то и дело рофлит над Гордоном и всем его окружением, дабы посмотреть, что будет Мы выходим из научного комплекса наружу и осознаем, что весь наш отрезок пути до лямбды посвечет просто лютому, нещадному военному аду Против нас спускаются кучи мяса Вертолет, который я, кстати, сбиваю Иногда инопланетяне и даже танк Я не знаю, как описать свои эмоции от происходящего вокруг Ирака И поэтому просто покажу вам охранника, который испытывает со мной схожие эмоции Хотя мне, конечно, приятно, что порой нам в руки дают поюзать пушку, пулеметик и словить легкий кайф от релаксового расстрела дебиков Все это приводит к тому, что военные решают отступить, однако не из-за нас, а из-за того, что инопланетные швали все больше и больше Работяги просто не справляются А вот если бы эти идиоты нам не мешали, то мы бы уже давно, вот мы и на лямбде Ученые уже ждут и готовятся Сейчас нам надо подать питание в реактор, найти новое убер-оружие У меня есть ружье, но я не могу использовать его против живых существ А вот ты, напротив, прирожденный убийца И вместе с учеными включить портал, который перенесет нас в тот самый мир, откуда лезут твари Так как, по словам олдов умных, что-то по ту сторону мешает устранить каскадный резонанс И это что-то нам надо убить с особым цинизмом Правда, пока мы будем открывать портал, на нас будут нападать летающие сверхразумные яойщики Которые в своих умах держат тысячи просмотренных тайтлов с классическим советским дубляжом Меня удручает глаза неверия Все, пора бежать в портал Ох, еб твою А я где? Вселенная, в которую мы попали, называется Ксен А, ну да, Ксен, да На самом деле, на данном этапе игры у меня появляются вопросы Эм, начнем, пожалуй, с того, эээ, а откуда здесь люди? Смею предположить, что ученые уже отправились с лямбды сюда еще до аварии Но вопрос, а зачем? Ой, смотрите, инопланетный тыградык Это вот та хрень, которая не дает закрыть портал? Напоминает деграднувшего паука, который пережрал пельмитосов с пивом? Битва с ним не сказать, что сложная, не считая того, что в один момент он у меня, походу, завис и не давал мне добить его Правда, когда я его убил, игра не закончилась и, походу, нет Это был мини-боссик После паукичи я отправился на инопланетный завод Где также убивал, стрелял, резал, уничтожал Господи, да Фриман даже похлеще Бласковича будет Я сейчас про нормальную версию Бласковича, а не вот эту куколную А вот и главный портал, который, походу, ведет нас к тому самому существу, который не дает устранить последствия каскадного резонанса Это что за инопланетный мега-бебислав? Я не знаю, что пытались сделать Valve Но у них получилось сделать какой-то хоррор Это Дитя Космоса, наш последний на данный момент мейн-враг И битва с ним навела меня на определенные мысли До меня наконец-то дошло, почему я встречал столько трупов-работяг в этом мире Дело в том, что нам тут надо сначала сломать вот эти вот странные цветящиеся камешки Которые точь-в-точь выглядят как камни, которыми пихали в установку Скорее всего, эти несчастные ходили сюда и умирали, пока не нашли нужный материал для испытаний Впрочем, ничего Это летающая жуткая мега-творына телепортирует меня туда-сюда, потому что боится Но в какой-то момент я таки достаю его Он открывает свой разуму космосу, а я его мелкий мозг видит Риуль Гольника дербаню на части А что, звучит эпично Но и даже после этого шок-контент не заканчивается Нас встречает тот странный мужик, кто встречался на течение всей игры и говорит, что мы молодец Хоть ты и в защитном костюме, я, пожалуй, заберу у тебя оружие Оно ведь не принадлежит тебе Оружие, как известно, является государственной собственностью Он поясняет, что благодаря нам этот инпланетный мир теперь под их контролем И что он предлагает нам сделку века Поэтому-то я и здесь, мистер Фримен Я рекомендовал тебя как отличного работника своему начальству Меня уполномочили предложить тебе работу Мы думаем, что ты обладаешь неограниченными способностями А иначе нам плохо будет Не думаю, что у тебя есть выбор Если ты согласен, просто сделай шаг в сторону входа Время выбирать Надеюсь, у вас там нормально платят И это был первый Half-Life Я, конечно, рад, что прошел наконец-то эту игру и внес ее в список пройденных мной гор Но, походу, у меня не получится теперь ее просто так выкинуть из головы Эта игра столько вопросов вызывает, на которые я хочу ответы получить Блин, походу, придется во второй Half-Life отчиграть Ха-ха-ха-ха Хе-хе-хе-хе-хе Не, ну это реально интересно было Насчет геймплея я мало что могу сказать, потому что и так всем понятно, что он тащит. Да, стреляем, да, между боями решаем окологоловоломочные ситуации. Это просто, ну, это простая геймплейная формула дает неплохое удовольствие от игры. Однако больше кайф мне принесло сюжетное содержание игры. Что это за эксперименты такие, что за инопланетяне, что за мужик с кейсом, и реально ли получить удовольствие, играя в это? Наверное, многие из вас знают мою историю про эту серию игры, то, что раньше она мне не особо нравилась, но, походу, мне просто дорасти надо было до нее. А на сегодня все, мои дорогие друзья. Надеюсь, что вы кайфанули от этого ролика, и за это в награду дадите мне кайфануть с ваших лайков и приятных комплиментов насчет моего уеб... До скорых встреч, покиславычи вы мои! Субтитры сделал DimaTorzok